Давайте знакомиться с примером Александра Блокова, стихи из самого первого сборника, стихи о прекрасной даме. Вхожу я в темные храмы, совершаю бедный обрет. Там жду я прекрасный дам, мерцание красных лампад. В тени у высокой колонны дрожу от скрипок зверей, а в лицо мне глядит озаренный, только образ, лишь сон о ней. О, я привык к этим ризам величавой вечной жены. Высоко бегут по карнизам улыбки, заски и сны. Пусть святая, как ласково свечи, как отрагу твоих черты. К ней не слышны ни вздохи, ни речи. Но я верю, мимо ты. Что делать с этим текстом? Это дольник. Это дольник. Докажи. А тут в вербутом модернике, либо один или два витами сода. Давай проверим. Давайте по строчкам. Вхожу я в всеопытные храмы. На что похоже? Да. Похоже на что? На я. Похоже на я, правда? Да, на я. Но, для я, по лишнее, слишком, да? Лишнее, когда-то слово. Дальше. Совершаю бедный обряд. На что похоже, опять-таки? На я. Не на я. Нет, не совсем не на я. А сначала он у тебя там все, потом брать? Больше, наверное, даже не на я. Сначала он тебе там все, потом брать, потом я. А ты был у тебя там все, потом брать? Она где там? Та-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Да? Идет на я. Она где там? Она где-то не на я. Нет. Там жду я прекрасной дамы. Мерцаю ей красных лампад. Это я. Вот действительно чем-то похоже на я. Правда? Не на я. Ну совсем не похоже, если не менее. Почему? Почему? Можем мы выделить величайшую повторяющуюся единицу? Нет. В качестве стопы не можем. Нет, это две. Тем не менее, что-то есть совершенно одинаковое во всех строчках. Что это? Количество ударений. И количество без ударов. Ябра три. Количество без ударов при этом нам не так важно. Они, видишь, здесь даются хаотически совершенно. Здесь один. Здесь один. Здесь два. Здесь один, но сейчас не работает. Здесь два. Здесь один. Здесь два. Здесь один. Здесь два. Здесь один. 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 Два. И на самом деле, если вы посмотрите дальше, они чередуются вполне хаотически. То есть то один, то два, то один, то два, то один, то два. Но заметьте, не больше. Не три. И не меньше. Нам нигде не встретиться. Два ударения подряд. Значит, перед нами действительно... Дольбик. Дольбик. Вот это стихотворение действительно написано Дольбиком. Я попрошу это антирован запомнить. Дольбик. Он нам пригодится. Вы можете не запоминать шестертови, концертный стих. Бог с ними, в конце концов. Но вот Дольбиком вам запомнить стоит. Хотя бы потому, что этот размер ознаменовал собой новый двадцатый век. Двадцатый век – это очень во многом век Дольбика, век первых стихов Блока. Это не значит, что Дольбик случайно не встречался где-то еще. Он встречался и у Ломоносова, я вас уверен. Случайно. В качестве эксперимента Ломоносов думал, а если писать стихи вот так? И пробовал. Неплохо получалось. Но, тем не менее, Дольбик – это знак Блока, Гумилева, Маблоком Цветаевой. Впоследствии просто. Как же нам мерить? Это Дольбик. Сколько ударений? Будем мерить ударениями, конечно. Три. Это трехударный. Вдольник. Вдольник. Иногда еще говорят, можете встретить какое-то словечко. И термологически это правильнее. Трехиктный. Со словом «икать» это не связано. Связано со словом «икт». «икт» по-гречески – это ударение. Т.е. трехударный и трехвыктный – это огонь. Встретили – не смущались. Что нового появляется в Дольнике в сравнении с Ямбом или Хореем или Альферахем? Долгое затянутое? Долгое затянутое. Долгое затянутое. Протяже. Почему? Мы не уверены. Смотрите, что в нем не так, условно говоря. Мы ожидаем, что будет ударение, скажем, на каждом втором слуге. А оно не на каждом втором. А оно то здесь, то тут. Получается, иногда пропуск, как это идет, методичный Ямб, потом вклад, 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 вклад. Потом снова в нем. Потом тоже на один вклад, вклад, вклад. Т.е. наше ожидание еще более неуверенно, да? Еще более расшатанно. Как бы еще удивляется чему-то, правда? Появляется загадочность. То был просто Ямб, ровный. Мы четко ждали ударения каждый второй слуг. Восторг внезапный ум пленил. На Хореи мы ждали ударения каждый первый слуг, да? «Буря мглою небо роет». Конечно, мы не были застрахованы от пропусков ударений. А теперь их помнится, да? Там уже в следующей строчке. «Вихри снежные ротя». Но мы все равно знали, что там ударение пропущено, потому что там требует язык и дворец. А здесь мы стройко говоря не можем предсказать, где будет следующее ударение. Вот оно может будет через слог, а может и не будет. Скажите мне, пожалуйста. Смогу я назвать вот эту строчкой дольника? «Нет, нет, 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 нет. Это строчка «Я». Эта строчка, ну, по-моему, же у ГАЭ, да? «Там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам». Тем не менее, может она встретиться в дольнике? «Может, но что же так?» Да, запросто. Понятно, чем речь? «Да». Могу я назвать вот этой строчкой дольника? «Да». «Нет». «Нет». Назвать вряд ли могу. Это нормальный дакт. «Да». «Да». «Четырехсотник». «Да». «Может он встретиться в дольнике?» «Может». «Может. Конечно. «Может, но получается, что…» «Может, но получается, что дольник в себя впирает, в общем-то, все известные нам с вами названия». «То есть тоника…» «Тоника…» 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 «Разнообразие силуала тоники». «Понятно, о чем речь?» «Да». «И вот это разнообразие дает нам, конечно, больше возможностей, но и меньше тоже. Чего я не могу пропускать. Тут жестко не могу. «В тонике…» «В тонике вообще…» «В тонике я не могу допустить, чтобы ударный стол вдруг заменился без ударов. Правда?» «То есть уж сколько у него ударений, столько должно быть. Три. Пусть и будет там два, четыре. Но их должно быть в каждой строчке…» «Одинаковое количество?» «Желательно, одинаковое количество». «А они же не одинаковые?» «У Бродского мы видим не совсем так. Так у него будет еще более расшатанная вещь». «Расшатанная – это не значит плохо. Это значит, скорее, более приближенная к нашей разговорной речи. Согласитесь, никто из нас в речи ямбом не изъясняется». «Нет, бывает. «Бывает. Вот именно, бывает. Случайно. Случайно сказал что-нибудь ямбом». «Да». «А представьте себе, что вы целый день говорите ямбом. Стопт на ямбом. «Это как кушать». «Да вас слушать не будет». «Стопт на ямбом». «Могите, что вы знаете, что я на столкну ямбом назовите». «Попробуйте. Скажем, целый день я сегодня говорю, что я стоптам ямбом». «Нет, это четыре стоптами. «Хорошо, четыре стоптами. Пожалуйста». «Не хотите». Это будет не так трудно, на самом деле, особенно если вы не день поговорите, а два или три, уже на четвёртой всё будет хорошо. А кто записать? Вы сможете позадить четырёхстопным ямом. Да, прям просто. Кто-то из вас может поговорить, скажем, ну не знаю, трёхстопным удар целям. Однослопным ямом легко, всё же будет окей, окей. И всё? А что-нибудь другое? Окей. Надо что-то говорить, правда? Вы какую-то речь производите. Окей. Да. А вот на самом деле, если вы вслушаетесь в свою речь, то Дольников так случайно, опять-таки, не специально, встретится, может быть, во много раз чаще, чем Ямбов. И действительно, когда производились такие эксперименты, когда делали так называемую теоретическую модель стиха, это может сделать двумя способами. Первый, вы берёте прозу и подсчитывается, где там случайно встретился, скажем, трёхстопный Ямбов. Ну, скажем, всю прозу Мушкина. Вот где там он случайно встретился. Второй вариант – в речи, разговорной, живой. И дальше вы рассчитываете теоретически, как может встретиться трёхстопный Ямбов в речи. И оказывается, что, конечно, какой-нибудь трёхитный Дольник встречается гораздо чаще, чем трёхстопный Ямбов. Почему? Ну, потому что у них все слова, мы скомневались. Мы должны совпадать с Ямбов. Ну, у меня обязательно слова с Ямбов должны совпадать, да? Но вероятность того, что ударение выходит вот так вот, в случайной степени, да, как в Дольник. Это более вероятно чем? Надо будет определять, чтобы случайно выходит точно ударение на втором слое. Конечно, гораздо более частое, чем на каждой втором слое, как в Ямбове. То есть, конечно, Дольник, условно говоря, условно, ближе к нашей разговорной речи. То есть, мы можем что-ли просто написать эти стихотворнения, если мы просто говорим по глазам, но переделать это чтобы было… Попробуйте, но я не знаю, что из этого получится. Может быть, Дольник, может, докторик, может, акцентный стиль, а может быть, и я.